Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Вилесова. В эфире ЛТВ традиционная для понедельника программа «Тема». Еще в 2017 году в нашем городе впервые заговорили об инициативном бюджетировании. Сложное для восприятия на слух словосочетание по сути означает вовлечение граждан в процесс принятия бюджетных решений. С помощью инициативного бюджетирования население и местная власть вместе пытаются решить злободневные проблемы, вызывающие социальную напряженность в каждом конкретном муниципалитете. Летом прошлого года эта практика была закреплена на Ямале постановлением правительства автономного округа бюджетной инициативы граждан. И уже в феврале 2019 в нашем городе прошел первый конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования. О том, насколько успешно реализуются проекты победители, действительно ли они отражают проблемы нашего города и не иссякла ли инициатива лабутнанцев, мы сегодня поговорим со Светланой Гриценко, начальником отдела проектной работы и обеспечения деятельности городской думы муниципального образования город Лабутнанги. Здравствуйте, Светлана Михайловна. Давайте вернемся к первому конкурсу в рамках программы поддержки местных инициатив. В оргкомитет, насколько я знаю, было подано 15 заявок. Одобрения комиссии получили только 10. Давайте сначала о тех проектах, которые не прошли конкурсный отбор. Почему так получилось? Ну, дело в том, что вообще конкурсному отбору предшествовала еще техническая экспертиза, и на этапе технической экспертизы было отклонено ряд заявок, которые не соответствовали вопросам местного значения. То есть у нас вот два обязательных условия было участие в этом конкурсе. Это соответствие вопросам местного значения, и это готовность граждан софинансировать свои инициативы, свои проекты. Вот. То есть, так скажем, на финал вышло у нас 15 заявок. Сумма средств была ограничена. Пришлось выбирать. Да, пришлось выбирать те заявки, которые отклонили. Но я хочу сказать, что они не отклонены насовсем. Их, наверное, так скажем, вернули на доработку. Вот я приведу пример. Допустим, заявка проекта благоустройства территории вокруг централизованной библиотеки. Очень интересный проект. Его, кстати, поддержала достаточно большая инициативная группа. Но когда комиссия рассматривала этот проект, получило, что они больше внимания уделили вот именно творческой составляющей территории централизованной библиотеки. То есть создать такой литературный парк своеобразный на территории. Но реализовав проект, надо тут смотреть комплексный подход. Потому что сегодня есть проблема со стоянкой, да, мы все знаем. С подъездными путями к библиотеке. То есть этот проект надо доработать с точки зрения для того, чтобы сразу весь объем работ выполнить. И тогда проект, в принципе, будет прекрасный. И он может претендовать на поддержку уже в 2020 году. Допустим, мне прошел конкурсный отбор. Проект по созданию экстрим-парка. Очень хороший проект вызвал очень много споров и дебатов. Но почему в конце концов он был отклонен? Не были продуманы варианты, как обеспечить страховку тех, кто будет заниматься в этом экстрим-парке. Не был рассмотрен вопрос кадрового обеспечения. То есть в любом случае для таких вещей должны работать инструктора и так далее. То есть понятно, что люди творческие свои идеи выражали, да, и вот, видимо, какие-то практические моменты были упущены. Есть некоторые детали, которые не до конца были продуманы и предусмотрены. То есть эти проекты, они, я еще раз повторюсь, они имеют право на существование. Достаточно их доработать, додумать те детали, которые вот... То есть таких категоричных, что однозначно нет, этот проект не может иметь право на жизнь, не было решения. Не было. Ну хорошо, а те 10, которые в итоге вот стали победителями, что это за проекты? Понятно, что про каждые из 10 мы не сможем, наверное, рассказать. Но может быть как-то объединимы в какие-то группы, да, какие темы преобладали? Ну, основная тема, это, конечно, вопросы благоустройства. Вот у нас городская среда вообще достаточно активно развивается в городе. И понятно, что жители уже совершенно другими глазами смотрят на то, что происходит, какие преобразования происходят в городской среде и хотят, естественно, свой вклад внести. Вот, поэтому очень много проектов было связано с городской средой. Абсолютно уникальный проект – это сенсорная интеграция детей с непонятными нарушениями. Он уникален тем, что дети, которые имеют очень сложные нарушения в своем физическом развитии, для них создается специальная среда, позволяющая вот нивелировать вот эти нарушения и детям быстрее интегрироваться, так сказать, в среду здоровых деток. Это в Центре социального обслуживания населения будет? Ну, это был проект, да, для комплексного центра социального обслуживания. Проекты, связанные с развитием творческих наших коллективов, да, Стерх, Палитра, Зыряночка. Проекты, связанные с развитием спортивных каких-то направлений. Это вот «Футбол в каждый двор» – очень интересный проект. Проект «Хоккей. Наш мир» – значит, проект, который касается абсолютно новое для нас направление. Это развитие «Лазертак», такой игры, в первую очередь, ориентированной на подростков, активной. Ну, вот в основном все проекты. Если говорить о благоустройстве, вот я бы выделила такие проекты, которые… Ну, вот один из проектов вызвал очень много споров. Это проект создания внутри дворовой территории специальной зоны, оборудованной зоной отдыха. Назвали проект «Так креативно. Зависть соседа». Вот, этот проект очень много споров вызвал, потому что, ну, пока скептически мы смотрим на такие вот благоустроенные площадки для соседского сообщества. А это именно соседи объединились с этой инициативой, да? Да, да. Это жители двора объединились. У них в рамках программы благоустройства дворовых территорий уже благоустроен двор, установлен детский игровой комплекс, и они решили пойти дальше. Они решили, что должно быть оборудованное место не только для детей, но и для соседских посиделок. Их одобрили проект? Их проект одобрили. После больших дебатов проект был поддержан и одобрен. Среди очень больших и масштабных проектов благоустройства я бы выделила проект «Сказка. Вторая волна освоения». Это проект, который касается благоустройства детского сада «Сказка». Там совершенно шикарная концепция этого проекта. Я не знаю, насколько удастся вот все идеи, которые предложила инициативная группа педагогов и родителей реализовать в жизни, но проект очень красивый. Ну, вы уже сказали, да, что бюджет конкурса был ограничен. Я уточню, да, что на практическую реализацию инициативных проектов граждан планировалось, ну, во-первых, объединить средства местного бюджета, это 97% от стоимости предложенного проекта, и средства физических либо юридических лиц в объеме 3%, либо трудовое их участие. Изначально муниципальной программой поддержки местных инициатив было предусмотрено 2 миллиона 789 тысяч рублей. Из них 2 миллиона 705 тысяч – это вот как раз те средства местного бюджета, еще 84 – это предполагалось на субфинансирование отдать. В итоге же стоимость вот тех 10 проектов победителей составила 5 миллионов 939 тысяч рублей. Ну, это, простите, вдвое больше первоначальных планов. Я вам даже больше того скажу и уточню, что на сегодняшний день стоимость этих проектов составила 9 миллионов 202 тысяч рублей. Это уже в 4 раза больше изначальной суммы. Да, я скажу сразу, что вообще изначально планировалось на проекты инициативного бюджетирования направить полтора миллиона рублей, то есть это вот та в мае 2018 года была утверждена программа поддержки местных инициатив, и там стояла сумма вот полтора миллиона. Вот нам удалось эту сумму поднять практически до 3 миллионов за счет гранта, который мы получили, так скажем, в информационной компании, за информационную компанию, организованную вот в преддверии реализации проектов. Это был региональный грант? Да, да, это региональный грант, да, мы показали свою работу, заинтересованность и так далее, и получили такой грант на поддержку. Поэтому сумму удалось увеличить до 3 миллионов. И вот в рамках работы конкурсной комиссии, значит, конкурсная комиссия вышла с инициативой, значит, найти возможность поддержать большую часть проектов, потому что проекты очень серьезные, нужные, социально значимые, вот, и, в принципе, вот были и системы такие средства. Изначально, когда планировался бюджет конкурса, видимо, ну, не очень, что ли, всерьез воспринимали готовность горожан участвовать действительно в такой работе? Может быть, не предполагалось таких масштабных проектов, что ли? Нет, немножко не так. Дело в том, что мы город дотационный, объемы бюджета очень ограниченные, Поэтому вот мы рассчитывали на то, на что сегодня можем... Исходили из тех средств, да? Да, из тех средств. Но вы знаете, что ситуация меняется, где-то в рамках торгов появляются дополнительные, освобождаются финансовые средства и так далее. То есть вот есть возможность вот какие-то вот кусочки где-то что-то собрать и направить на поддержку инициатив граждан. Ну, вот такая возможность у нашей городской думы была, и они сочли возможным поддержать проекты. Ну, я так понимаю, что и качество самих проектов, оно дало вот эту почву, да, для... Содержание. Да, чтобы изыскать эти дополнительные... Содержание проектов. Вот если говорить о минусах, все равно в любом начинании, а мы первый шаг только делали, да, есть какие-то минусы. Вот один из основных минусов у нас был, это техническая проработка проектов. Вот почему мы вынуждены были несколько раз пересматривать эту сумму, потому что изначально шли проекты не до конца технически доработанные. Я приведу, вот, кстати, среди наших проектов один проект «Дворик детства» особо выделяется, потому что это проект, который вот сами жители инициировали вместе со своими детьми, жители двора. Вот там руководители инициативной группы Остяков Андрей Геннадьевич, он собрал вокруг себя детей, они сами выбрали проект, но так как они не имели ни технического образования, ни деталей какие-то не знали, они, знаете, вот выбрали площадку, выбрали в интернете проект этой площадки, да, 250 тысяч, и вышли с этим проектом. Но этот проект нам удалось еще на этапе до того, как он на конкурс вышел, уточнять. Мы ему объясняли, что, знаете, на любой площадке ДИК нельзя поставить. Ее нужно подготовить, безусловно. Во-первых, площадку нужно еще отобрать. На некоторых площадках ведь проходит коммуникация, и мы не должны устанавливать площадку на коммуникациях. Значит, пришлось площадку несколько передвинуть. Передвинув площадку, значит, нужно подготовить землю. Нужно площадку установить. Само качество площадки, допустим, они выбрали очень яркую площадку из пластика, но в районах Крайнего Севера, когда у нас морозы до минус 40 и ниже, понятно, что пластик не выдерживает таких морозов. И вот, понимаете, вот когда мы уточняли, в результате от 250 цена площадки поднялась до 750. Вот аналогичная ситуация произошла у нас с детским садом «Сказка». То есть изначально у них была сумма, они планировали в полтора миллиона влезть. Сегодня уже до пяти миллионов. Ведь о том и речь, да, что это именно совместная работа граждан и власти. В этом смысле тут и должны каким-то образом местные власти поддержать какие-то профильные управления, отделы, которые смогут помочь с этим проектом. Изначально вообще предполагалось в проекте, что граждане сами изыскивают средства на подготовку технической документации. И оплачивают эту техническую документацию. Но вот, к сожалению, условия нашего маленького города свидетельствуют о том, что очень мало специалистов, а уж тем более мало людей, которые берутся вот за такую работу. Поэтому вот как раз в этом году мы пересмотрели саму вот алгоритм проведения этого конкурса. Мы в этом году пересмотрели и сделали его несколько иначе. То есть мы от граждан будем брать только инициативы. За эти инициативы будем проводить всенародное голосование. И только те инициативы, которые будут поддержаны всем городом, мы будем отдавать уже на то, чтобы делать техническую документацию. Это механизм городской среды, по большому счету, который сейчас заявил, да? Ну, не совсем, но в принципе, да, где-то рядышком. Вернее, зарекомендовал, не заявил. Но примерно так начинался проект «Городская среда» реализации. Его как раз-таки с инициатив, с идеей лабутнанцев. Ну, я сказала, что первый конкурс в феврале прошел, на дворе мая. Вот к этому моменту уже какие-то из проектов удалось реализовать? Или пока еще рано в этом году? Сегодня уже фактически реализован, мы считаем, проект «Хоккей. Мой мир» и «Футбол в каждый двор». Но в каком плане реализован? То есть то, что предполагалось приобрести в рамках этого проекта, оно уже все приобретено. Единственное, что футбол, допустим, дворовой футбол, вот этот проект «Футбол в каждый двор», он предполагает проведение турниров дворовых команд. Я думаю, что такая активная реализация этого проекта как раз начнется сейчас, когда снег сойдет. С наступлением тепла, наверное. Да, хотя материальное, в принципе, все приобретено для реализации этого проекта. «Хоккей. Мой мир» я думаю, что там начнется вот такая активная уже реализация, использование того оборудования, вернее, экипировки, которая приобретена, скорее всего, вот с началом хоккейного сезона. Слава Михайловна, мы вот несколько раз затрагивали косвенно эту часть вопроса. Хочу уточнить. Вообще вот эта схема 97% средств местного бюджета и 3% средств инициаторов, она насколько, на ваш взгляд, реальна? То есть вот из тех 10 проектов, которые в итоге стали победителями, какие-то предполагают реальное софинансирование граждан? Ну или в большинстве своем автора остановились вот на этой строчке трудовое участие? Ну, вообще изначально наши документы предусматривали обязательное софинансирование 3%. Я об этом уже говорила. Поэтому, естественно, что на конкурс допускались те проекты, где инициативные группы брали на себя вот это софинансирование 3%. И сегодня все выполнили это условие. Всем в размере 3% перечислены финансовые средства в местный бюджет. Они тоже лягут в эту, в общую сумму финансирования проектов. Это сумма, ну, порядка 350 тысяч, чуть больше 350 тысяч. Я хочу сказать, что у нас есть проекты, вот, допустим, та же сенсорная интеграция, у них сумма софинансирования составила практически 5%. То есть... Ну, это готовность их базная была, да? Да, да. Ну, они сразу заявили, что они готовы до 5% софинансировать. Но не менее трех, все. А вот как бы тем, вот мы сказали, что была инициативная группа именно жильцов одного двора, когда предполагалась стоимость проекта в 250 тысяч рублей, наверняка, но нашлись желающие софинансировать 3% от 250, и потом втрое выросла цена, вот, как здесь быть? Ну, я вам хочу сказать, что вот мы когда с Андреем Геннадьевичем первый раз встретились, то есть они вышли на муниципальный проектный офис с инициативой, то есть узнать, как им поучаствовать в конкурсе и выиграть этот грант. Мы тогда им сказали, что предположительно, если делать хороший детский игровой комплекс, то, ну, вот, средняя цена миллион рублей. Это вот практика наша, мы много работаем с дворами, практика показывает, что хороший игровой комплекс обходится двору в миллион рублей. И софинансирование составит 30 тысяч. Вы знаете, он сказал, что нас эта сумма вообще не смущает, и я готов вот лично эту сумму заплатить, то есть вообще никаких проблем. Вот, собственно, с тем мы ушли. Хотя я скажу, когда в мае принимали нормативно-правой акт, у нас были внутри дискуссии, что стоит ли ставить 3%, может быть, остановиться пока на трудовом участии. Но мы хотим сказать, что сегодня у нас городская среда, в основном мы ставку делаем только на трудовое участие. И параллельно запуская проекты инициативной бюджетирования, мы считаем, что вот участие деньгами наших граждан, оно повышает их ответственность, уровень их ответственности. Поэтому решили вот второй проект запустить большой именно с финансовым. Когда свои деньги вкладываешь, уже как-то, да, хочется. И лучше контролировать там ход работы, может быть, бережнее относиться. Но сомнений ни у кого не было. Вы знаете, я предполагала, что, может быть, будут отказы. Вот как услышат 3% и скажут, ну, нет, не будем. Такого не было. Вот на удивление все сказали, для нас это нормально. Мы готовы. А вот, судя по участникам первого конкурса, я все-таки считаю, что самыми активными, да, стали, ну, бюджетные учреждения, ну, либо государственные, да-да-да. То есть детские сады, центральная библиотека, вот комплексный центр социального обслуживания населения. Футбольный клуб, Ямал, НКО у нас. То есть это те, кто уже как бы в грантовой системе, они как бы вращаются, они знают, что такое проект, написать, создать его, защитить, как вообще с этим делали. Они организованные, то есть им не нужно дополнительное усилие для организации. Вы знаете, вот очень трудно ведь вокруг себя, вот сделать себя центром, да, какой-то инициативной группы собрать. Вот это у нас еще пока не очень хорошо получается. Ну, вот у нас два проекта, да, где инициативные группы граждан самообъединились. Вот, но я думаю, что со временем таких самообъединений станет больше. Да, я вот и хотела на них внимание заострить все-таки. Ну, они, наверное, тем ценнее, да, что вот они как раз-таки из неорганизованных, они сумели договориться в своем собственном дворе. Значит, нашелся там кто-то один, кто прошелся по соседям. Да, активный. Вот, ну, хотелось их больше, скажем, поддержать. Ведь все-таки, по сути, инициативное бюджетирование, это как раз и есть такой реальный шанс, да, самым обычным горожанам попробовать решить свои проблемы вот в рамках нашего там общегородского такого общежития. Но с упором, ну, и на какие-то свои интересы. Я думаю, что вот я не член конкурсной комиссии. Я занималась вот на этапе подготовки, работала больше. Ну, наблюдать же наверняка за какими-то. Да, конечно, я за всех переживала, потому что каждый проект, так скажем, мы вместе обсуждали, вели и так далее. Поэтому для меня вот каждый проект был как родной. Вот, ну, я со стороны наблюдала, я видела, что конкурсная комиссия очень прилагала большие усилия, чтобы поддержать именно эти проекты, где самоорганизующиеся такие группы именно инициатива шла от граждан. Я, наверное, в этом случае тоже была бы на стороне членов комиссии конкурсной. Это очень ценно, очень ценно и очень нужно. И я надеюсь, что вот уже на следующий год у нас пойдут конкурсы с большим вовлечением. А вот, кстати говоря, есть требования к численности этой вот инициативной группы? То есть, чья инициатива будет скорее услышана? Когда, ну, скажем, этой идеей 20-30 человек или 2-3, а то и один вообще инициатор, который собрал вокруг себя вот этих ребятишек, единомышленников, у них тоже есть шанс. То есть, вот насколько это должна быть, скажем, глаз толпы должен быть в этой идее? Сегодня нет требований к составу инициативной группы. Инициативная группа может быть из одного, из трех, из ста человек и так далее. И это не являлось критерием, допустим. Во вовлеченности. Но в любом случае, когда комиссия рассматривает, чем больше человек в составе инициативной группы, тем, естественно, проект дороже. Вот, ну и тем дороже, я имею в виду, не финансово дороже. Вот, финансово-то как раз наоборот нагрузка распределяется между всеми членами инициативной группы, и он становится вот финансово не такой, да, затратный. Вот, а дороже именно с точки зрения вот социальных таких факторов. Ну да, то есть, получается, что мы решаем проблему большего количества людей, да, ведь на это, собственно, и направлено инициативное бюджетирование. Ну, самый главный вопрос на сегодня, когда следующий конкурс? Следующий конкурс мы запускаем вот буквально в начале июня. Я уже говорила о том, что мы несколько меняем, да, алгоритм выдвижения. Если раньше у нас просто инициативная группа выдвигала и уже фактически готовый проект приносила, он проходил техническую экспертизу и потом конкурсный отбор, вот, который состоялся 7 февраля, то в этом году мы делаем несколько иначе. У нас июнь-июль это подготовительный этап, разъяснительная работа с гражданами, помощь в проведении собраний инициативных групп, помощь в подготовке и оформлении инициативы. В августе оформление инициативы, то есть мы уже перешли не к проекту, а инициативу мы оформляем. Оформляем в форме мастер-плана, это дизайн-проект, рисунок, то есть это какая-то идея. И вот эти идеи 8 сентября мы выносим на всенародное голосование. То есть мы совмещаем голосование за инициативы граждан с голосованием за новый состав городской думы, когда каждый житель города, начиная с 14 лет, может прийти, проголосовать, поддержать любую инициативу, которую граждане выдвинули, будет составлен рейтинг, и вот в зависимости от этого рейтинга будут инициативы поддержаны, будет зависеть от стоимости, сколько инициатив будет поддержано, 1, 2, 3, будет зависеть от наличия финансовых средств. После этого инициативы, которые заняли, вошли, так скажем, в топ, будут переданы специалистам для разработки технической документации. То есть вы видите, мы уже пошли, ушли от того, чтобы требовать от жителей города разработки технической документации, от инициативных групп, то есть техническую документацию будут разрабатывать специалисты. Ну вот, с одной стороны, это как бы облегчает, на мой взгляд, задачу, да, инициаторам, потому что, ну, действительно, главное продумать идеи, а с другой стороны, немножко усложняет, ведь здесь на первый конкурс можно было прийти, ну, со своим пусть даже сырым проектом тебе помогут, и ты вот выходишь один на один с конкурсной комиссией, а здесь тебе нужно, ну, у большинства горожан свою идею отстоять. Конечно, убедить, но зато значимость, извините, этой инициативы, то есть если ее поддержит большинство города, значит, эта инициатива действительно того стоит. Ну, не знаю, но мне кажется, меньше шансов будет у какого-нибудь маленького двора обрести свою беседку за весь соседа таким образом. Ну, вы знаете, если двор хорошо организует работу с жителями города, и пообещает пускать в свою беседку, да, соседей. Ну, давайте, Светлана Михайловна, напоследок совет. Вот каким должен быть все-таки проект, сейчас, какой должна быть идея, чтобы у нее были максимальные шансы на поддержку? Вот на ваш взгляд, вы уже прошли первый этап конкурса, какие-то подводные камни, понимаете? Для тех, кто сегодня задумался принять участие в этом конкурсе. Вот с чем точно не стоит заявляться, да? А что может помочь выиграть? Ну, дело в том, что я могу только свое личное мнение озвучить. Безусловно. Потому что я еще раз сказала, голосовать будут все жители города. У всех разные оппозиции. Может, как раз они и скажут, что мы лучше поддержим беседку в этом дворе, зато увидим конкретный результат, чем какие-то эфемерные, допустим, посадку аллеи. Ну, я так грубо говорю, где-то там на улице Иванова, Петрова и так далее. Но я бы, как вот житель города, все-таки выбирала проекты, которые такого вносят стратегического плана, не локальные вот для конкретного двора и для конкретного жителя. Я бы вот тоже, честно признаюсь... Вы бы голосовали за что-то такое массовое, да? Вот мне очень, допустим, нравится проект благоустройства территории библиотеки централизованной, да? Потому что этот проект, вот он направлен на всех жителей города. Он привлечет читателей в библиотеку. Он позволит проводить какие-то литературные вечера на улице, чего у нас не хватает вот таких вот. А какая-то появится дополнительная площадка активности для жителей нашего города. Вот. Хотя, когда мы работали, вот были, допустим, интересные проекты, ну, тоже локального такого плана, установка дымовых датчиков в подъезде. У нас вообще нормы пожарной безопасности, они очень актуальны для нашего города. Очень часто поднимался вопрос, а что можно сделать, допустим, в рамках пожарной безопасности? А что можно сделать вообще в рамках безопасности, допустим, двора, установить вот камеры наблюдения и так далее? Возможно, жители города сегодня скажут о том, что нам нужны дополнительные камеры наблюдения на старте, да? Для того, чтобы сохранить эту такую территорию, которая сегодня стала очень большой площадкой для активных наших жителей города. Ну, я не знаю, тут очень сложно предположить, что жители города... Ну, я думаю, что вообще есть резон в любом случае сегодня соседям, жителям города объединяться в ТОСы, да? Вот это территориальное... Общественное самоуправление. Общественное самоуправление. Потому что у нас на сегодняшний день один пока что только ТОС, да? И вот уже, насколько я знаю, два гранта они сумели выиграть, и как раз-таки сделать жизнь в рамках своего конкретного двора лучше, и не пришлось им за это собирать голосование всего города. Да, я хочу сказать, что как раз второй грант, они уже немножко шире смотрят. Если первый грант, вот это установка колонок для обогрева автомобилей, да, электроколонок внутри своего двора, то второй грант они выиграли на окружном уровне, это установка док-боксов. И если посмотреть по содержанию их проекта, они там предполагают установка тоже в общественных местах выгула собак. То есть они не только на свой двор ориентируются. И это говорит о том, что их социальная активность и ответственность повышаются. Нет, я к тому, что начать защиту интересов своего двора можно с таких вот каких-то, да, малых инициатив, а потом, набравшись опыта, уже выходить на бюджет. Вообще ТОС очень хорошая форма. Не знаю, наши лабутнанцы осторожничают с созданием ТОСа, но я считаю, что для решения проблем двора это очень хорошая форма. Ну, спасибо вам большое, нам пора заканчивать. Я надеюсь, что все-таки инициативное бюджетирование в нашем городе действительно станет таким реальным механизмом решения злободневных проблем нашего города с помощью самих лабутнанцев. Уважаемые лабутнанцы, если вы видите проблему и готовы принять участие в ее решении, ваших идей ждут. А если вы еще и единомышленников привлечете, это будет вообще беспроигрышный вариант. На сайте администрации города специально для вас есть раздел «Инициативное бюджетирование». Там вы найдете всю необходимую информацию. А вот на сайте лабутнанского телевидения www.lbtdefistv.ru вы всегда можете предложить тему для обсуждения в эфире. Там же доступны наши новости. Ну, а узнавать о городских событиях первыми смогут те, кто присоединится к нашему каналу на Ютубе и нашим группам в популярных социальных сетях – Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте. Подписывайтесь. На сегодня это все. Спасибо за внимание и до встречи на канале Лабутнанского телевидения. Лабутнанского телевидения